МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Караганда приняла гостей из столицы. В преддверии 20-летия Астаны в шахтерскую столицу приехала группа студентов, которые являются ее ровесниками. Бездомных приютят, а безработных трудоустроят. В Караганде открылся центр ресоциализации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Более ста музыкантов приняли участие в концерте, посвященном новому национальному празднику – Дню Домбры. Своё творчество на площади перед Дворцом культуры горняков продемонстрировали участники профессиональных ассамблей и юные домбристы. Принцип одного окна для инвесторов. В Карагандинской области открылся фронт-офис по защите инвесторов. В здании областного филиала партии Нур-Утан состоялся семинар для предпринимателей и инвесторов. О поддержке, защите и помощи в их отношении рассказали представители компаний «Казахинвест» и Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Карагандинской области. Помощь и содействие деятельности инвесторов в Карагандинской области будут оказывать в специальном фронт-офисе. Таких в Казахстане всего несколько. В перечень услуг входит правовая поддержка, совершенствование нормативно-правовых актов, а также обеспечение качественного предоставления государственных услуг. Одним словом, Департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции намерен сделать все для поддержания благоприятного инвестиционного климата в регионе. Основная задача – это создать благоприятный инвестиционный климат, решить проблемы бизнеса, создать, скажем так, такое деловое отношение между бизнесом и государством. Еще одним посредником между инвесторами и госорганами выступает национальная компания «Казахинвест». В основные задачи молодой компании входят привлечение инвестиций в экономику страны и развитие экспорта. Региональное представительство «Казахинвест» оказывает инвесторам всю необходимую поддержку и старается минимизировать для инвестора необходимость во взаимодействии с представителями государственных органов Республики Казахстан. Непосредственно наше представительство мы оказываем различную поддержку инвесторам. Как сегодня было сказано в Сыче, мы оказываем услуги по визовой поддержке, полностью сопровождаем инвестиционные проекты по области, оказываем услуги в госорганах, когда инвестору нужно собрать пакет документов, либо подать пакет документов в один из госорганов. То есть мы оказываем консультацию именно в этом направлении. В семинаре, посвященном обсуждению инновационного проекта «Антикоррупционное сопровождение инвесторов», приняли участие около 40 местных предпринимателей и представителей иностранных инвесторов. Они были проинформированы об открытии фронт-офиса, в котором перечень услуг будут оказывать как специалисты компании «Казахинвест», так и сотрудники Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции. Консультативную помощь можно получить, позвонив в колл-центр фронт-офиса по номеру 1424. Караганда приняла гостей из столицы. В преддверии 20-летия Астаны в шахтерскую столицу приехала группа студентов, которые являются ее ровесниками. Увлекательный историко-информационный тур был организован при поддержке Акимата Карагандинской области. В рамках поездки столичные гости посетили историко-культурный центр первого президента в Цимиртау, а затем направились в КарГТУ, где учился Ельбасы. В последние годы историко-культурный центр первого президента в Цимиртау посетила немало групп людей из самых разных стран. Однако сегодняшние гости особенные. Они – ровесники столицы, которая в этом году отмечает свой 20-й юбилей. Эти студенты проделали путь из Астаны, чтобы увидеть места, где проходила молодость главы государства. В рамках историко-информационного тура Ельбасы Жола студенты столичных вузов наряду с представителями туроператоров и турагентств получили возможность принять участие в поездке по Карагандинской области. Ознакомительный туристический маршрут приурочили к 20-летию столицы. Мероприятие организовала Центрально-Казахстанская ассоциация туризма, ресторанного и гостиничного дела при поддержке Акимата Карагандинской области. «Благодаря сегодня активной поддержке Акимата Карагандинской области мы смогли осуществить нашу давнюю запланированную идею проведения маршрута Ельбасы Жола. В преддверии 20-летия празднования города Астаны, я думаю, очень уместно будет провести нам этот туристический маршрут, куда привлечены туроператоры Казахстана». В историко-культурном центре столичные гости познакомились с научными материалами, книгами Нурсултана Назарбаева, а также с множеством других интересных предметов, раскрывающих деятельность первого президента страны и историю современного Казахстана. Студенты отметили, что тур произвел на них самое лучшее впечатление. «Ощущение очень классное, потому что первый раз в городе еще такая атмосфера очень исторически-культурно. Ты познавишь город, и этот город тебе нравится. Это замечательно». Представители турагент, в свою очередь, подметили, что подобный инфотур поможет им в дальнейшей работе. Ведь зачастую именно на плечи столичных гидов ложится ответственная задача – знакомить иностранных гостей с Казахстаном, Астаной и заслугами нашего президента. «Со мной приехали мои гиды с испанским, португальским, турецким, английским, казахским языками, чтобы все посмотреть, потом перевести на эти языки и уже всем этим делегациям потом показывать, рассказывать». Далее участники историко-информационного тура Ельбаса Жола направились в альмаматор Нурсултана Назарбаева – Карагандинский государственный технический университет. Все об университете, где получал знания лидер нации, рассказала проректор Назам Алпызбаева. Стоит отметить, что в будущем историко-информационный тур Ельбаса Жола Ассоциация туризма планирует передать местному туроператору с правом его реализации на территории Республики Казахстан и за рубежом, как исторически важный туристический маршрут. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Археологи и историки проводят исследовательские работы на памятниках древней металлургии Центрального Казахстана. Работы ведутся в рамках реализации государственной программы Рухани Жангру. Изучение и сохранение бесценного историко-культурного наследия является по-прежнему актуальным. В рамках реализации задач, поставленных в программной статье главы государства Рухани Жангру, ведутся археологические исследовательские работы на памятниках древней металлургии Центрального Казахстана. В частности, ученые работают на памятниках эпохи бронзы Каражартас, Камал, Ессель. В ходе археологических раскопок в местах древних поселений найдены наконечники стрел из бронзы, каменные наконечники копии и стрел, каменные дробилки, булавки, фрагменты, керамики и глиняная посуда. Руководитель управления культуры отметил, что все находки будут выставлены на всеобщее обозрение в музеях области. Кроме того, к публикации готовится ряд научно-популярных трудов. На сегодняшний день проводятся исследования памятников колесничной культуры в археологическом комплексе Канертас. Кроме того, в нынешнем полевом сезоне был выявлен курган. При расчистке верхнего слоя была обнаружена ограда из сырцовых кирпичей золотоордынского периода. Андрей Танаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Бездомных приютят, а безработных трудоустроят. В Караганде открылся Центр ресоциализации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В Центре намерены продвигать и защищать права данной категории граждан. Реализацию проекта осуществляет общественное объединение «Мир добра». Амин Чанышев – один из восьми человек, проживающих в Центре ресоциализации. 49-летний мужчина провел за решеткой пять лет. В новом Центре его приютили и пообещали помочь встать на ноги. Амин уже устроился на работу охранником. Теперь бывший заключенный заверяет – он многое осознал и намерен изменить свою жизнь. Я вот отсидел за совершенной мной. Мне этого хватило, чтобы понять, что не стоит так жить. Хочу обзавестись семьей, работой нормальной. Хочу полноценным гражданином Казахстана быть. Финансовая и цифровая грамотность, навыки ведения домашнего хозяйства, помощь психологов и юристов – все это доступно для проживающих в Центре ресоциализации. Специалисты рассказывают, что помещение предусмотрено для проживания десяти человек, но при желании они могут приютить еще столько же. Реализатором уникального проекта «Дадим людям шанс» является общественное объединение «Мир добра». Мы разговариваем, мы убеждаем, мы даем, прививаем где-то семейные ценности. Почему дом, говорят, такой достаточно хороший и вроде как красивый, но на самом деле красоте надо тоже привыкать, учиться и есть к чему стремиться. То есть человек ставит цель и должен к ней идти. На сегодняшний день в одном только Октябрьском районе на учете служб пробации числятся 434 гражданина. С ними сотрудники службы пробации проводят масштабную работу. Их главная задача – сделать все возможное, чтобы вновь обретенная свобода для данной категории лиц стала поводом для изменений в лучшую сторону. В основном люди смотрят, как к ним относятся, как им помогают. И изменяются они, помогают, получается, встают на путь исправления и больше не повторяют своих ошибок. Необходимо подчеркнуть, что инициаторами реализации проекта стали как общественники, так и местные власти. Из городского бюджета на осуществление этой цели было выделено около 7 миллионов тенге. Торжан Лянова, Жаслан Моклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более ста музыкантов приняли участие в концерте, посвященном новому национальному празднику – Дню Дамбры. Своё творчество на площади перед Дворцом культуры горняков продемонстрировали участники Академического оркестра имени Татсимбета, фольклорный ансамбль Архасаза и юные дамбристы. Дамбра – самый любимый и самый распространённый инструмент в музыкальном быту казахов. Дамбра не утратила своей актуальности и по сегодняшний день. Многие современные музыканты включают её звучание в свои композиции. Школа дамбристов Сарарки – великая школа культуры Щиртпекия, которая достойна названия «Золотой». Когда речь заходит о Киев-Щиртпе, то в первую очередь называется произведение киеше уроженцев Сарарки. И среди них непревзойдёнными образцами Киев-Щиртпе, самыми глубокими по своему философскому содержанию считается произведение Татсимбета, основателя Щиртпекиев. Сегодня всю красоту игры на дамбре продемонстрировали участники оркестра имени Татсимбета и юные карагандинцы, воспитанники музыкальных школ. «Если представить, что духовное возрождение – это золотой дворец, то ключ к этому дворцу – домбра. Этот инструмент во все времена передавал боль, радость, мысли и надежды казахского народа. Мы должны чтить домбру, и поэтому к данному мероприятию мы подготовились основательно. Пригласили не только оркестр, но и молодёжь. Подрастающее поколение нужно приучать к народному искусству с раннего возраста». Напомним, что президент страны подписал указ о Национальном Дне Домбры. Праздник будет отмечаться в Казахстане ежегодно в первое воскресенье июля. Он вводится в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности. «Любовь к музыке, любовь к искусству объединяет людей. Этот праздник будет один из самых, мне кажется, добрым, настоящим, таким, востребованным в народе. И я думаю, что мы ещё не раз будем радоваться не один год и долгие, многие годы. И дети будут расти на этом, на добрым, на хорошем». Это не единственное мероприятие, посвящённое Дню Домбры. В Карагандинском областном историко-краеведческом музее откроется выставка, подготовленная совместно с Шестским историко-этнографическим музеем. На ней будут представлены инструменты известных людей. Кроме того, состоится мастер-класс по изготовлению Домбры. Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня всё. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. А мы с вами был Мстар. А мы с вами был Мстар. Субтитры создавал DimaTorzok